Девушки отдыхают Здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Василиса! Интересно, про что сегодня будет урок, а? А посмотрите, что написано на доске Веснушка! Ой, это же я! Это моё имя! Моё собственное! Значит, урок будет про меня! Ну, не только про тебя, а теперь прочитайте это слово Веснушка! Да! Опять моё имя! Только почему-то одна Веснушка начинается с большой буквы, а другая с маленькой Наверное, тут ошибка Никакой ошибки тут нет Но ведь это одно и то же слово! Скорее, это слова-близнецы, но обозначают они два разных понятия Каких два? Веснушка-то у нас одна! Вот она сидит! А как называются маленькие рыжие пятнышки, которые появляются на носу у некоторых ребятишек при первых лучах весеннего солнышка? А-а-а! Веснушки! Точно, Веснушки! Выходит, я не лисичка, а просто маленькое рыженькое пятнышко у кого-то там на носу Конечно, нет! Веснушка-это твоё собственное имя И поэтому оно пишется с большой буквы, как и все имена собственные А у меня тоже есть собственное имя Зубок И оно тоже пишется с большой буквы, да? Конечно! А ещё есть зубок, который во рту торчит Верно! Но этот маленький зубок, как и рыженькая Веснушка на носу, пишется с маленькой буквы Хе-хе! Слова-близнецы одинаковые обозначают разное Имя собственное – это имя, которое даётся при рождении И пишется оно всегда с заглавной буквы И моё имя? Конечно! Ну и твоё? И моё! М-м-м Но имена собственные – это ещё и фамилии, и отчества А! Например, Енот Енотыч, да? Да! А доктор Зелёнкин тоже пишется с заглавной буквы? Да! Как и все фамилии, с большой буквы пишутся и названия городов, стран, сёл, рек, морей И планет? Да, и планет Например, планета Земля А я знаю, почему планета Земля пишется с большой буквы Почему? Потому что планета Земля, она одна А просто Земля, которую копают, её много Точно! И я зубок один такой А те, которые во рту, их можно много насчитать Потому они пишутся с маленькой буквы И веснушек, которые на носу, может быть, сколько угодно А я, лисичка-веснушка, одна Других таких не сыщешь А что это вы расхвастались? Давайте-ка лучше проверим, как вы усвоили новое правило И сыграем в имена собственные Я буду называть слово, а вы мне скажете, что оно обозначает Имя, фамилию, город, реку или страну Хорошо? Хорошо, хорошо Итак, начинаем Александр Имя Сергеевич Отчество Пушкин Фамилия Это же великий поэт Пушкин Он столько хороших сказок написал Ну, раз вы вспомнили про сказки Пушкина То назовите имена собственные, которые в них встречаются Царь Салтан Князь Гведон Папа Бабариха Да, а еще там есть остров Буян Ну, я не знаю, это имя собственное? Конечно У островов, как и у городов и у рек, есть имена Например, город Москва мы пишем с большой буквы Игорь это Киев Игорь это Владимир Ты что? Ты что говоришь, Веснушка? Владимир это имя человека Нет, это название города Нет человека У меня есть знакомый дядя Володя Он Владимир Друзья мои, не спорьте Есть мужское имя Владимир И город Владимир И оба пишутся с большой буквы А вот почему? Потому что это имена собственные Верно А еще есть город Клин Клин, город? Я думал, что Клин это острый кусок железа или дерева Правильно думал И как ты напишешь эти слова? Город Клин за главные буквы А острую железку с маленькой С большой буквы пишутся и клички кошечек и собак Которые наверняка есть у кого-то из наших телезрителей Вот у меня, например, есть котенок Пушок А у его имени есть слово близнец Пушок А у моего соседа есть песик по имени Шарик С какой буквы мы его напишем? Имя с большой А сам Шарик с маленькой А за лесом есть село Кочки А есть просто Кочки, через которые мы прыгаем Но село большое, через него не перепрыгнешь Молодцы! Я вижу, вы хорошо запомнили, что такое имена собственные Из какой буквы мы их пишем Имя, фамилия, кличка Город, деревня, страна С буквы заглавной напишем Собственные имена Имя всегда пишем с буквы большой Это запомнили мы хорошо Ну а наш сегодняшний урок подошел к концу До новых встреч на уроках русского языка!